Постараюсь быстрее, на самом деле у меня большая презентация, но придется ее немножко откратить. Хотелось бы поприветствовать всех участников, организаторов данного мероприятия. Значит, я представляю молодежную организацию Органградской атомной станции, я из руководителя каждого направления, одного из семи направлений, которые существуют в молодежной организации Органградской атомной станции. Значит, сейчас численность молодежи, молодежная организация Органградской атомной станции составляет порядка 100 килалетов. Ну, естественно, численность у нас растет, и олимпическая прогрессия, поэтому хорошо приступим к этому. Значит, миссия молодежной организации это повышение эффективности работы Органградской, повышение культуры безопасности, повышение производительности, качества труда, снижение производительных затрат и снижение социальной напряженности. Но я думаю, здесь все понятно, и как бы объяснять это не стоит. Вот цель это привлечение, то есть посредством работы со школьниками и студентами мы привлекаем молодежь на Органградскую станцию, привлекаем мою деятельность молодежной организацией, дальше адаптируем, естественно, помогаем людям адаптироваться на предприятие, закрепляем и развиваем людей, то есть помогаем в их развитии. Дальше у нас тут цели, и в скобочках там дальше показано, какое направление занимается, какими у нас целями. Значит, проведение экскурсии на Органградскую станцию, также мы проводим экскурсии не только на Органградскую станцию, семинар работы на энергетике, организуем, на которое направление занимается, и в основании буклет молодежной организации, работа сайта, ну и участие в совместных проектах с другими организациями города. Значит, вот здесь вот показана, да, расписана дальше цель, качественно, ну, более подробно. В принципе, вы можете здесь ознакомиться с этим, но давайте не будем останавливаться дальше. Закрепляем, естественно, людей, развиваем профессионально, управлечески и физически, естественно. Даем им право, что можно сделать. Вот показана здесь на этом рисунке структура молодежной организации. Совет молодежной организации, туда входит руководитель молодежной организации, заместитель руководителя молодежной организации и руководитель направления. Ну, вот, видите, да, то есть есть у нас члены организации, также у нас с недавнего времени здесь не указано, существуют еще и участники, то есть это отдельная категория лиц, которые, ну, они принимали до недавнего времени участие в деятельности молодежной организации, ну, по каким-то причинам были выведены, их подразделения были выведены из состава регионской администрации, но свое активное участие они продолжили, поэтому мы создали для них отдельную категорию участников. Здесь показаны все семь направлений, далее я остановлюсь на них подробнее, по которым мы ведем непосредственно работу. Ну, непосредственно молодежная организация образовалась в 2001-2002 год, и тогда там было только научное и творческое направление, поэтому вот за почти практически 10-9-10 лет мы развились вот до такого объема. Далее более подробно обо всех направлениях. Значит, научное направление у нас занимается развитием, внедрением научных производственных идей, получением квалификации профессиональный рост, также, естественно, включаем в кадровый резерв людей, приобретение организаторских способностей, вот обмен опытом, вот дальше внизу вы видите, написаны, кто руководитель этих, и какой непосредственной должность занимает он в своем непосредственном подразделении на Ленинградской администанции. Научное направление также занимается у нас, принимает участие в конференциях по различных МНТК-2010, концернах Санарграда, Международной конференции ядерного общества России, посвященной 65-летию отраслетов, мы принимали активное участие. Далее участие в международных конференциях, молодежь безопасности, наука и производства принимали участие. Также мы организовываем туры технические на Чернобыльскую атомную станцию, в Припять, то есть непосредственно люди, ну как, не те блоки, которые, естественно, были разрушены, посещаем, а блоки, те, которые остались. Вот, вот видите, человек где-то дозил, то есть там можно находиться людям. Также научное направление занимается участием в конкурсе Государственной корпорации «Росатом». На происхождение в 2000 году премии молодым ученым одну отрасль получили мы две приемника. Участие в 10-м строительном конкурсе «Инженер года» — 4 награды в 2009 год. Научное направление также занимается, проводит конкурсы профессионального мастерства. Дальше участие в конкурсе «Мастерство в Украине», участие в конкурсе профессионального мастерства работников концерна уже непосредственно. Организации проведения конкурса «Научно-технический доклад», то есть это уже научная работа непосредственно на станции, которая развивает непосредственно близости, как можно сказать, когда, если так можно, уже к рабочему месту для человека в научной сфере. Также содействуем поступлению аспирантура молодых работников «Инградская реакция». Также проводим экскурсии, вы видите, за 2010 год какие экскурсии, начало 2011 года, какие экскурсии куда были проведены. Также организации технических экскурсий, мы вот здесь более подробно, «Северная ТЭС», «Санкт-Петербург», «Титан-2», это непосредственно входит в состав, не в состав, а находится в сосновом оборудовании, это предприятие, которое занимается обеспечением как раз вот поставок необходимого оборудования, и изготовление оборудования на электронскую строящуюся станцию и модернизированные старые будут, которые находятся сейчас в работе. Дальше у нас творческое направление, но вы понимаете, чем может заниматься творческое направление, в принципе, можно сильно не углубляться, участие в партнерах молодежной политики, но также, опять же, взаимодействие с другими молодежными общественными объединениями, организация творчества, сотрудничества, понятно, руководителя, чем же занимается все-таки организация участия в молодежных корпоративных мероприятиях, «Весна», «КВН», «Турсулет, что, где, когда», и там на самом деле много всяческих мероприятий, содействие активного участия молодежи в трудовой общественной деятельности, ну вот, несколько рисунков, мы можем, в принципе, не рисунков, а фотографий, мы можем, в принципе, опустить, осенний максимум, это фестиваль «КВН», фестиваль «КВН» работающей молодежи, также проводился все в сборе в Сосновом Бару в 2010 году. Дальше организация проведения технического вечера, демоработник обстанции «День первообходки», то есть каждый год мы устраиваем для людей, которые поступили в текущем году, и в конце года мы устраиваем для них, поступили на работу на гражданскую обстанцию, мы устраиваем для них «День первообходки», где они познакомятся, обмениваются опытом, ну, в общем, первое знакомство. Конкурс «Что, где, когда?» проводится интеллектуально, в 2010 году проводился и каждый год проводится. Ну, вот туристические слетки в городской областной станции, в котором молодежная организация принимала тоже активное участие. Вот награды, клубы, которые завоевали, доработали. Ну, вот участие в фестивале «Десна и Висневоса» англорейская АЭС, Литва, в 2010 году. Международный творческий фестиваль молодежи «Десна и 2010». Вот «Селегир», естественно, каждый год мы проводим фестиваль в «Селегире», ну, в фрукт-форте «Селегире», то есть молодежной организацией «Обсолюта людей», где мы проводим участие непосредственно. Историко-тритическое направление, вот здесь было уже рассказано две минуты, хорошо. Давайте вот как-то немножко мы прокрутим это. Вот это историко-примечественное направление, здесь немножко об этом уже было сказано. Занимается сводный отряд, по всей России собраны люди, которые занимаются раскопками в период Второй Горовой войны. В этом году было входит где-то 28 бойцов. Предмените меня, вот реконструкция событий Второй Горовой войны через год направляется. Так, ну, в принципе, я стараюсь, конечно, побыстрее, я понимаю, ну, а что я буду делать. Баты памяти, ну, вот это все. Социально-правовое направление занимается у нас непосредственно социальной жизнью работников, то есть это жилье, это какие-то непосредственные, может быть, проблемы на рабочих местах, и все это занимается социально-правовое направление. Вот здесь показаны некоторые работы, которые проводятся в этих направлениях. В жилищной комиссии, естественно, состоится социально-правовое направление. И профсоюзе проводится социально-правовое направление. В форме молодежи от профсоюзного проекта участвовали. Вот каждое направление, ну, можно, ну, привлечение, естественно, молодежи в саму молодежную организацию. Если так кратко говорить, изучение навыки соционика. Есть такое. Если кому-то интересно будет это подробнее узнать, я потом непосредственно с человеком могу это поговорить. Вот спортивное направление, ну, как бы тут все понятно, это здоровый теле, здоровый дух. Мы бесплатно организовываем, даем, даем возможность людям бесплатно заниматься различным бедням спорта. Организовываем турниры по бильярду. Информационное направление занимается у нас непосредственно освещением деятельности молодежной организации. Есть у нас страничка на Ленинградской, на странице Ленинградской администрации. На сайте. Вот городские мероприятия, в которых мы тоже участвуем. И хочется заметить, что мы работаем не только с руководством Ленинградской администрации, но работаем еще и с руководством городов. То есть, смотри, непосредственно. Ну, это субботники, городские ярмарки, другие мероприятия, вот здесь написано. Стану в подписку с доступом, ну и все остальное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ